Наталья Анатольевна. Здравствуйте. У нас вот вопрос такой. Один, пожалуйста. Кто делает внутреннее действие? Кто делает внутреннее действие? Доверенность в него. Нет. А от кого вы совершали внутреннее действие? От медальских. Нам нужно сделать доверенность, но нам просто без технической правовой работы, пожалуйста. Как это? Не читая документы, я не делаю. Ну как? Потому что мне нужно читать. Да, и что? Правовая работа, это имеется в виду, что вы подписываете, что вы, оказывается, решает. Правовая работа, да, изучение документов. Есть решение суда по этому вопросу. О том, что лотариус составляет документы, изучает его, после этого только это умеет и правовая работа. Техническая, я согласна, то, что вы имеете в театре, это, конечно, техническая. А правовая работа здесь, естественно, его составляющая есть. Полите, а вот те 200 рублей, которые прописаны в налоговом кодексе, это за что тогда берется? За удостоверение доверенности. А удостоверение не включает, разве, то, что человек... Ну, я сейчас найду минимум 10 ошибок. И спорить даже с вами не буду. Понимаете? Вы можете довериться, а там уже суд будет решать. Нет, я не могу за это. Правильно это дальше, или неправильно? Нет, это так не получится. Так не получится. Я ставлю свои подписи и печать. Ну, какие ошибки вы можете найти, которые... Пожалуйста, вы можете в суде это представить. Вы хотите в суде представить, идите, пожалуйста, к судье, судья, вот, примет у вас такую бездоверенность. Технический человек может сам за себя обрисать интерес. Нет, я знаю, что это в заседании. Да, нет, значит, в заседании не может присутствовать. Да, это вот вы хотите сделать документ. Да, ну, вот хорошо. Хочу сделать по тарифу, который утвержден Ологом кодексом, который есть на сайте, там, Московская интервентарная палата и так далее. Да, вот на сайте там много интересной информации. Вы другую информацию еще почитаете, там, на сайте интервентарная палата. Так, а вы нам можете отказ написать в письменном видео? Почему же отказ? Конечно, пусть полежит, я почитаю. Через 10 дней придете, может быть, что-то напишу. А может быть, сделаю далее. Я изучу ваш документ, да, в течение 10 дней мне оставлю. А можно нам ссылочку на то, что вы ссылайся в решение законного суда? Я не говорю про Верховный суд. А как вы? Я про Верховный суд вообще не говорила. Хорошо, про Готовный суд. Вы говорили, что решение суда есть? Решение суда, да. Номер, номер суда. Конечно, я вам скажу, ручку поставьте, пожалуйста. Хорошо, так, ну, то есть вы не хотите, да, сделать по тарифу? Почему? Очень хочу, очень хочу, сделайте документ в нужном виде, на бланке. Я очень хочу сделать вам по тарифу. Нам область не нужно, нам поставьте что-то на вашу бумагу. Ну, хорошо. Можете нам записать номер? Чего? Ну, я потом посмотрю. Какой суд? Конечно, запишу, да. Найду его и запишу, обязательно. Сейчас можно? Нет, сейчас не могу, есть другие задачи. То есть вам можно только оставить, и вы, условно говоря, в течение 10 дней скажете? Да, я изучу ваш документ, да, я скажу, да. Будем ли мы его делать, не будем мы его делать. Так, а вот у вас техническая права, то есть без техническая можно? А сколько техническая права работает там? Все работает. А просто она, права это техническая. Вот если без техническая, то только правовая. Ну, ее не разделили, к сожалению, никак. Если бы ее разделили, вообще отрока не. Ну, я говорю, что Данил Олегович может совершенно бесплатно пойти в суд, и сам с вами вместе с вами, и без всякой доверенности. Вы же знаете об этом. Он юридически подкованный, грамотный. Доверенность нужна в том, чтобы он без младенят какого он видел. Просто так бы не хотим вот сюда. Хорошо, а вы сейчас хотите что? Хотим, чтобы вы завернулись. Ну, объясню, как он слышал, я это сделаю. Понимаете, оставляйте документ. Если вы хотите, да, мы его излучим. Можно как-то в подтверждение того, что вы у нас приняли документ? Это бумажка, можете по почте мне присоединить. У нас есть копия, но можно... Да, вы можете присоединить по почте мне, я его в электронном виде почитаю. Ну, давайте сделаем тариф. Ладно, отводим тариф к вашему помощнику, да? Ну, в смысле, сколько? Ну, сейчас все заняты, вам придется подождать. Ну, нет, понятно, ну там... Сейчас все заняты, очень... Нет, сейчас заняты, вы просто не понимаете. Сейчас заняты, у нас дали документы на завтрашние тарифы, на сделки. Поэтому вот сейчас прям вам никто не сделает. Ну, хорошо, ну, там спросить, да, за какое время они сделают или что? Или вообще-то сегодня что-нибудь получится сделать? Нет, ну, вы можете учиться ближе к концу, нет. Потому что вся эта работа, которую делают, у меня требует хопотливости отрываться от меня, ну, какие-то ошибки. Например, так работают без ошибок. Поставить печать, я не ссоряю, и да. Не просто поставить печать. Ну, вы вот этот документ готовите. Какое количество вы найдете? Ну, минут, наверное, 15. Ну, вы будете, мы очень быстро у вас возьмем на работу, если вы захотите. В следующий раз, когда у вас вакансия будет, и у вас будет такое желание. Вот у вас за 15 минут не готовятся документы практически никакой, кроме копии, с какого-нибудь документа. Ну, ладно, в общем, там спросить, да? В общем, нам нужно сделать доверие. Мы готовы сделать вот на бланке, который вы выдаёте. На сегодня нам нужно сделать, да? То есть, столько... Вы можете оставить свои документы, телефон вам в этот момент, когда будет доверие, который он сейчас, он вам не будет готовить, на течение час, на течение двух. Сейчас, поэтому, если вам срочно, я вас предупрежу, что сейчас не будет готовить. Хорошо, хорошо, что-то готовим. А здесь оставить, да, вы, девушки? Нет, не можете оставить, да. Я, когда тут освободиться, я передам тому, кто первый освободился. Ладно, как сделаем? Оставим туда здесь, или как? Ну, можно им тоже оставить, да? Нет, можно им тоже оставить. И вам, и им тоже. Ну, сейчас мне просто... Вот здесь оставьте документ здесь. Нет, мы сейчас просто обсудим, отказать или пойдём к другому корпусу. Я просто думаю. Продолжение следует... Продолжение следует...